Напомним, порыв случился вчера в 4 часа утра. Все силы были брошены на его устранение и ликвидацию последствий. Глава города Юрий Поляков созвал экстренное заседание по чрезвычайным ситуациям, организовал оперативный штаб. 40 человек и 15 единиц техники работали на месте аварии. Ход работ лично контролировал глава города. Параллельно в социальные объекты и к домам жителей курорта был организован подвоз воды. Крупнейший за последние 10 лет порыв был устранён уже вечером того же дня. В 22 часа очистные водоводные сети были запущены. И уже в три ночи очищенная вода пришла в накопительные ёмкости верхнего ДжМТ. Первый потребитель это у нас по пути следования водовода, это Пионерский проспект был после резервуаров. И затем уже вода начала подаваться в город. На нижнюю часть первую и на многоквартирные дома. Третий микрорайон. Но сегодня третий микрорайон у нас, наверное, к обеду уже был полностью с водой. Но ситуация по-прежнему остаётся напряжённой. В данный момент город потребляет 3600 кубометров воды в час. Это небывалый расход, который просто не позволяет наполнить накопительные резервуары до нужного уровня. Между тем, если не сделать необходимый запас воды сегодня, завтра это может обернуться для города настоящей коммунальной катастрофой. Сегодня нам придётся снова понизить давление. Примерно в 17 часов, наверное, это произойдёт. Чтобы мы смогли к завтрашнему дню выйти хотя бы с положительными отметками по уровню резервуаров. Для того, чтобы бесперебойно уже начать снабжать город питьевой водой. Но, к сожалению, надежды наши не оправдались на то, что получится выйти в уровне в связи с нехваткой времени. Поэтому мы приносим свои извинения анапчанам и гостям курорта. И просим потерпеть, набраться сил, сделать запас воды, пока мы войдём в режим нормальный. Под ограничения водоснабжения попадут в основном многоквартирные дома и частные домовладения на возвышенности. Водоснабжение в полном объёме планируют восстановить 10 августа в 7 часов утра.